Всем-всем привет! Я в той самой знаменитой отелье Левки, только что съехала с двери хода, который поднимается наверх, а потом опускает на снег. Посмотрите, какие новейшие технологии укладки железных дорог. Привезли, плюхнули, закрепли, ничего не нужно. Или это какая-то, послушайте, или это какая-то дорога такая, да нет-нет, это именно то, что я сказала, наверное. Разъезды, переезды, вот такие вот. Да, здесь будет такой... Такие развязки здесь будут в Апрелевке. Ни сладки сказать, ни пером описать. Мост строит неворонятный. Ну, короче, все по высшей категории, как говорится. Пошла работать сюда. Еще, кто не знал, смотрите, маршрутка «Еду в Парк Патриот», нам с вами по пути. Это вот с Апрелевки. Я вот не знала лично, что ездит отсюда автобус. Платно-бесплатно я этого не знаю. Я думаю, что все-таки платно. Стоит народ, там очередь сумасшедшая. Так что вот так вот с Апрелевки ходит маршрутка. Ну, да здесь Алабина близко, естественно. Всем-всем привет, я на даче. И прям первым делом, что мне бросилось в глаза? Вы себе не представляете. Ты объясни, как ты сюда залезла? С домиком, то есть не просто залезла. Она сюда домик затащила, а? Вот нормальная, нет? Вот честная, ненормальная. От земли где-то метр двадцать, метр тридцать. От земли. Каким образом? Вот каким образом? Снять ее и положить на землю, что ли? А то она тут засохнет и упадет. Где они должны жить? Ну, они же не летают, правильно? Вот, пойдем. Жизнь у вас, конечно, и так короткая, так еще такая проблемная. Надо же, а? Лишь какой этаж для нее, для улитки? Я в шоке. Я иногда смотрю, как они туда заболзают. Это вообще тихий ужас. Так, желтые шары. Не знаю, не советую сажать. Так, что здесь? А здесь Кирио выцарапалась. Сейчас. Так, первым делом надо идти разуться. Иначе потом кроссовки стирать, стиралки Кирио. Вы знаете, я бы, конечно, купила такую розу еще раз. Вот, потому что сколько лет она меня радовала. Красивейшая роза. Не боится дождя, не боится солнца, не боится нифига. А вот залерзла. Плохо я их укрыла, конечно, здесь. И снега на них столько было насыпано. Я не знаю, вот почему она замерзла. Так, просила. Ага, то, что просила. Люда, делай все сама. Все сама. Нечего кого-то просить. Так, ладно, пошла я работать. Пошла переобуваться. Ой-ё-ё. Я гараж-то открою, навряд ли. А у меня там мои ботинки. А, веселуха. Ну, очень красивая лобилия. Очень, очень. Это мой метод посадки. А, знаете, какой метод? Посеяла в плошечку. Плошечку принесла сюда. Вывалила её. Не пикирую. Ничего не делаю. А я не пойму, почему она фиолетовая. Ничего себе. Она голубая-голубая, а некоторые прям синие-синие. Ха! А что-то я включила не то. Так, всё равно фиолетовая. Ну и вот беленькие здесь есть. Вот так вот я сажаю все мелкопыльные, как говорят, цветочки. О! Видно, здесь они все вываленные. И очень даже удобно. Ну, может быть, чуть позже вы получите цветы, но зато посмотрите, какие цветы. Кстати, девочки, скажите, пожалуйста, а лобелье тоже нужно стричь? Честно, я не знаю. Я впервые её вырастила. Так, ну что. Приехала обработать. Приехала я рано. Насколько электричка была? На 7 часов, представляете? Моя любимая. Я в прошлом году была повыше. Намного выше. Намного. Вот среди всего этого, да, я люблю... Кульмати седал. Вот они как-то, правда, только... Направил их, и всё. И они себе растут. Особенно вон тут. Как бы к соседу зайти и посмотреть, что же там с той стороны. Всё некогда. Ну и их не бывает. Они все работают. Ой, как леди лавли. Посмотрите, всё надо обрезать. И всё. Только собрался вон центрально зацветать. И как же я люблю вот эти беспроблемные кусты. Что называется малоуходные. Я реально за ними хорошо, если по весне вот так вот жменьку бросила какого-нибудь питания и ем. Пожалуйста, бархатцы. Посмотрите, какая красота. И блин горелый около этих роз. Пляшешь, пляшешь, прыгаешь, прыгаешь. Они взяли и помёрзли тебе. Вообще безобразие. Жалобу надо жалостливую книгу записать. Жалобы. Так, это что, куколок что ли? Нет, это ж какое... А почему нет документа? Я что-то ничего не понимаю. Смотрите, какая красота. Боже мой, нужно резать. Хорошо секатор я взяла. Так, сумуги. Тсу-моги. Я видела, когда она распускается, она прям белая-белая. Так, опять нужно переключать, потому что... А как её переключать, когда работает вот так? Никак, наверное. Наверное, никак. Почему-то мой телефон плохо показывает. Камеру что ли нужно протереть. Я даже не знаю. Была ли у меня куколока две штуки-то? Я не пойму. Или не было? Ты кто? А почему ты болеешь? А кто разрешил? Никто не давал таких указаний. Указаний. Куколока. Лука, лука, кука. Девчонки, ещё скажите мне, пожалуйста, почему эта роза называется куколока? Почему я так спрашиваю? Потому что все розы в честь кого-то. Вот Ирина, пожалуйста. Вот. Цвела уже, смотрю. А как-то я проглядела. Или я просто не помню. А кто там таким великолепием дышит? Пич. Викториан Пич. 160 сантиметров. А куда это я тебе, бедолагу, впендюрила? Тебе нужно куда-то назад. Ой, смотрите. Ага. Мы, оказывается, не любим дождик, да? Стесенительная ты моя. Ничего-то ты не любишь. Ничего-то тебе не навится. Так, это тоже нужно обрезать. Вот как бы я приехала поливать розы, а я смотрю, что поливать здесь ничего не нужно. Влажная земля. Изумительно влажная. Так, обработать, да. Когда же я вчера, что ли, слушала? Ой, принц монахо. Ой же ты бедный, господи Как же я его оголила Оставила только одну палку О, хорошо его это проливает И вот, правильно шли, я смотрела ролик Ну как там все розы долго цветущие были, да? Вот, я шли среди них Представляете? Это очень устойчивая роза Вот, галочка Нессина, надо же Ай Окины сказали, вышли им розу Вот эту желтую, которую я у меня сделала, помрал Когда вы закажете заказ следующий Я уже, кажется, говорила, мы вышли в вашу розу Представляете? Это вам не Галя Нессина, не Ни-Ни-Ни Которую я просто Написала И когда я ролик сделала, она говорит Вау, я не знала, что вы блогер Ну, как бы я себе не считаю Куртун-блогером, потому что я просто записываю то, что мне Нравится, то, что я делаю Для того, чтобы Холодный, зимний вечерами Может быть Я не говорю, что я это буду делать Может быть, взять и просмотреть свой ролик Может быть Что может быть? Ё-моё, Леон соус А я её Короче Не надо было сюда столько сажать Вот это вот японка Вот это вот японка Не помню, сейчас нужно зайти туда И очень даже знаменитый Тих-тих-тих-тих Смотрю, кто это, представляете? Ну, вот как нужно не помнить, что здесь все эшли у меня с той стороны Так, ну, закрутится видео или нет? Не закрутится А, у меня пушка, ну да Вот же я хотела ей оборвать этот цветок. Изабелла. Мияби. Ну да, Мияби вроде бы красивая роза. Вроде бы. Так, ну тебя, наверное, и обрабатывать-то не нужно. Обрезать нужно, да. Вот. Это deep impression. Deep impression. Deep impression. Все говорят по-разному. Девчонки, какая вот эта штука. Вы себе не представляете. Ее можно еще регулировать. Она мелко пыльно разбрызгивает, да, совсем туманом прям. Так, вот малыша. Принца малыша. Обалденная вещь. Сколько я платила? Тысячу. Тысячу восемьдесят, что ли. Да. И такой, который нужно качать, нужно вот так вот прям брызгать, если того, чтобы брызгать. Стоит девятьсот рублей. Да ну нафиг. Допустим, лучше я тут проработаю. Концерта. Какая роза концерта. А это, это Violet Zone. Зон заболел, бедненький. Господи. Ладно, к тебе сейчас придем. Так. Королеву мать тоже заболела. Посмотрите. Трам-там-там. Оказывается, вот эта черная пятнистость, почему убирают? Ну, как бы я слышала, да, убираем, убираем листики. И сжигаем. Она оказывается заразная, представляете? То есть, вообще-то есть такие розы, которые никак не заразишь ничем. Вот, стоит, допустим, дверь рядом. Все пятнистости страшно выглядят, ужасно. И еще какая-нибудь, о, допустим, ломбана, да? А ей нифига нет. Ага, сколько что цветок-то держат, я не могу. Это же что такое за безобразие, а? Ну-ка, смотрите, какое прекрасное безобразие. Прекраснейшее. Ну-ка, покажи, внизу ножки, покажи. Так, чтобы не сказали, что я вру. Люда врамла. Есть, вот раз, два. А, третий улетел. Но это пятнистость? Или это листва? У меня очень часто много остается листвы с прошлого года. Понимаете, я же не все могу обрезать. Вот, поэтому вот такое вот бывает у меня. Боже, какая же это роза, да? Какая же это невероятная красота. Да, вот когда она у меня была, по самому началу, она не была так развернута, она как бы не показывала всю свою красоту. Я видела эти бутончики очаровательные. Это, кажется, второй год. Вообще, шок. Шок-контент. Вот так вот. Красоты невероятные. Девчонки, купите себе эту розу. Роза маленькая. Вот. Ну, как иди сюда, красоточка. Вот такая маленькая, да? Но за счет того, что у нее очень большой куст, раскидистый такой, она кажется такой большой, вот даже прям большая-большая, прям невероятно большая. Напротив, даже вот она у меня уже, я не помню, сколько лет, пять. Глория Дэй, да? И ветки такие толстые, такие жирные. Вот, вырезать нужно. Вот. А она такая большая, она такая раскидистая. Блин, вот это я сейчас все обрежу, ну прям некрасиво-некрасиво. О, Поль, Бакю, судач, как же я тебе обчирикала. Вот не надо бы, конечно, разговаривать, а надо обработать, а потом снимать. Вот. Потому что сейчас солнышко, как даст по мозгам, а сегодня очень жарко. Поэтому я, наверное, сейчас там не буду снимать, а просто пойду по-быстренькому обработаю, а потом, если кому-нибудь интересно, если кто-то меня смотрит. Почему? Ну, потому что я не учу никого, я ничего не знаю. Я, наоборот, у людей спрашиваю, помогите, пожалуйста, помогите. Если вы что знаете, поделитесь своими секретиками, понимаете? Вот. Я же не такой разовод крутой, что прям учить кого-то. Не-не-не. А это кто? О, люди. Это что меня тут наделали? Я ничего не въеду, а? Это что, меня опять поливали так? Ага, я не могла. Здесь воды так стояло. Да ну ладно, какой воды? Так, я не понял. Сейчас, сейчас, сейчас. Боже мой. Девчонки, а это точно Федерик Мистраль? Просто неохота сейчас Алиску запрашивать, чтобы она показала мне фото Федерика Мистраля. Это точно он? Мне кажется, он должен быть белый. Коралл жульета точно. Я помню, что он должен быть розовый. В самом начале розовый. А это кто-то, кто-то, и боней, и все прям. Фу. Ну, поэтому розу надо отбирать. Нужно отбирать розу. Это там купил, не понравилось, боней это выпинул. Блин, а что такое, правда? Почему земли-то столько здесь? Так, мух, иди отсюда. Ой, мента, роза мента. Вот, объясните мне, кто любит такие розы, да? Как может вот это нравиться? Ну, безусловно, бутон безупречный. Я имею в виду вот этот завиток. Вот этот вот. Мне это очень нравится, такие бутоны. Вот они. У ламбады такой же. У поля бакюзы такой же. Так, ну вот здесь вот уже каша на тарелке. Но может быть он разворачивался в самом начале. И плюс, посмотрите. Ту-ду-ду-ду-ду. Боимся дождя. Боимся, боимся, курал желе. Изумительно красивая роза. Посмотрите, серединку не показывает. Так, ладно. Забыла, кто такой. Я забыла, я забыла. А почему нету этого? Сколько она называется-то? А, аваланшпик. Аваланшпик или аваланшпич. Так, я где-то привезла тебе паспорт, аваланшик. Ладно, все, солнце прям. Солнце будет печь невероятно. Поэтому я побежала бы. Абига-пик. Потом еще обработаю эти розы отдельно. Прям потом, попозже. Не знаю, когда буду уезжать, наверное. Те, которые болеют черной пятнистостью. Здесь, например, универсальное средство от грибных и бактериальных болезней. Именно то, что мне нужно. Это потом. А сейчас Теавиджет добавила. Сульфат магния. Все, это работало. Ничего не сворачивается. Все хорошо. Сульфат калия, то есть калий. Монокалий-фосфат. Мыло добавила как прилипатель. И добавила вот эту штучку, которая покупала Селеплант. Универсальный. Что здесь же написано? Потому что видела Селеплант только для корней. Для развития корней. Универсальное хилатное микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния. Девчонки, напишите, нужен кремний или нет нашим розам. Все. Сейчас пойду обрабатывать. Вот еще раз. Зеленое мыло. Любое другое мыло. Если даже нет у вас мыла, берите ферри. Так советуют крутые розоводы. Люда, не крутой розовод, поэтому то, что есть под руками, то и беру. Так, фантазолом еще пролью, наверное, свои крематисы. Вот те, которые болеют. Которые несчастные, бедные. Смотрю, Максимки у меня нет. И забыла я его, наверное, купить. Так, это я ухайдухала в прошлый раз так свои перчатки. Представляете? Блин, реально перчатки крутые. Если бы не они, я не знаю. Я и так всегда была ободранная. Ну, с перчатками была ободранная. Вот. О, еще один обиготлив. Е-мое, ковиджет. Я из Нарфа-Минска привезла. Ну, у меня здесь, конечно, так. А, вот еще у меня что есть. Клевикор. Это для томата. Но люди используют для роз. Да, видела ролик. Ворать не буду. Можете верить. Мне. Я врать вообще не то, что... Ну, когда-то я попыталась соврать. И я потом поняла, что у меня памяти нет. И для того, чтобы врать, нужно иметь голову, как у лошади. Поверьте мне. Вот. А я не разведчиком, как говорится, работаю. Поэтому врать мне не нужно. Я всегда говорю правду. В крайнем случае, я могу по незнанию сказать что-нибудь такое, не знаю, неправдивое. Вот так вот. А так я всегда говорю правду. Правда моя не всем нравится. Да. Не всем нравится правда. Особенно, если в глаза что-то говорите. А человек делает неправильное, и вот им тогда правда не нравится. Скажете, это что такое правда? Девочки, я стараюсь. Я стараюсь. Ну, во-первых, не нарушать закон. Это каждый знает из нас. Это нам уже, как говорится, с молоком матери. Вот. Научили этому. Впитывали мы это. Не обижать ближнего, не оскорблять. Если дали два яблока, отдай. Которые больше. Я так и делаю. Вот. И вот недавно училась, училась, прям, я не знаю, целую неделю училась говорить слово нет. Нет. Когда подходили мне, вот это вот хвост, вот эту я хочу, вот эту хочу. Я сказала нет. Представляете, мне понравилось. Так ладно, все пошло работать, потому что солнце поднимается, поднимается. Закончилась моя, не знаю, что там, как я зарядила ее, зарядила нормальная моя опрыскиватель. Закончилась сила, пойду сейчас, может, там есть зарядка какая на даче, заряжу еще. Так что вообще я ничего не поняла. Первый раз она работала изумительно долго. Ну, посмотрим. Вот. Прежде чем хвалить, нужно испробовать, конечно. Но вещь обалденная, правда. Ничего, купим сильнее. Вот, Анжела Анхела обрезала ее по долине балой, а ей все равно. Так. Барон Джерон Деллен. Вот смотрите, выдают вот такие вот новые побеги, жирующие. Ай, жирующие, не жирующие. Вот там вот остался один цветочек. Один остался. Но вот эти побеги, будет она повторно цвести или нет? В прошлом году, я уже говорила, был один единственный цветочек. Так. Вот. Новая розочка без названия. Спросите, что это такое? Это знаете что? Это я обрабатывала так, кидала на них золу. Говорят, если опорошить золой вот так, то она не будет болеть. Ну, я вижу, все равно болеет. Вот. Сейчас я постараюсь оборвать вот эти болеющие лепестки. Вот она какая. Одна единственная веточка. Эй, господи. Там сбоку еще она дает. Вот он побег. Так. И посмотрите, кладбрасер. Прям какой грандиозный. Какой он большой. Я имею в виду куст сам по себе большой. О, какие ветки. Вон какие ветки. Есть парочку болеющих пятнистостью. Вот они есть. Девочки, расскажите, как у вас он болеет или нет. Хочу показать. Вот он. О, понюхала. Посмотрите, вот этот тот самый разворот, который я просто обожаю. Я прям без... Дай, закрою солнышко. Я прям без ума от этой розы, от этих разворотов вот таких вот. Обалдеть. Плюс, мало того, что она такая сильная. Не знаю, как будет зимовать. Посмотрим. Она сильная. Мало болеет. Вы смотрите, листва как блестит. Пам-пам-пам на солнышке. Я обожаю, у кого так вот листва блестит. Вот так вот сверкает, да? Вот, смотрите, вот рядом розы, да? Вот, простая листва. Вот. Так. У Анжелы тоже блестит. Вот, смотрите. Да, она тоже сильная листва. Вот так вот. Так вот ДНК ихний. Поэтому они сильные, поэтому они знаменитые, поэтому их и раскупают. Вот так вот. Ну и что же. Чипедейл там приходит в себя после моей обрезки. И так вот сказать, что я его прям сильно обрезала. Нет. Потому что некоторые ветки я оставляла с цветами. Сильная, роза, шикарная. Не боится ни дождя, ничего, мне кажется. Вот. И все, что осталось от моих фламентанц. И я думаю, что мне достаточно вот тех веток, которые остались. Ну куда? То, что это было, то, что это тихий ужас был. И она почему-то дальше лезет и лезет. А куда ты лезешь-то? Не пригибать придется тебе осенью. Так. И вот то, что я говорила, что вот случается у меня здесь вот с этими вот дельфиневыми. Ну их нафиг. Выкопать их хочу. Так. Дабл дилайт. Ну, вроде бы начинает как-то в себя приходить. Вот. Тоже все. Прям вот брала залу и прям кидала-кидала. Не знаю. Правда это, неправда. Некрасиво, конечно. Видите, как все. Прям такое впечатление, что все в грязи. Так. А вот здесь Люда травку почему-то не вырвала. Конечно. Почему? Нетрудно догадаться, почему. Так. Это нужно выкапывать. Потому что зарос он полностью здесь виноград. Ну, какой виноград? Ты говоришь, зачем я его обрезала? Не фига. Берите, обрабатывайте. Кто вам слово не скажет, правильно? А они рассчитывают, что я буду все это делать. Да ладно. Я что вам здесь? Трактор, что ли? Я не трактор. Какая красота. Так, ладно. Я буду обрезать дальше то, что не обрезала в прошлый раз. Чистила дип импишин. Очень сильная роза. В прошлом году я ее только посадила. Смотрите, в кого она превратилась. В какого-то геракла. Вот. Внутри почистила куста. И то еще некоторые ветки я бы убрала. Листво обрезала. Вот. Вот здесь вот если вот на эту веточку обрежу, она ляжет. Ляжет. На боковую она будет загущаться. А здесь как бы должен быть здравый ум и никакой жалости. А вообще эта ветка вот так вот. Вот смотрите. Она вообще никчемная. Вот маленькая я пошла в бок. Я ее срезала. Но только вот одна вот эта ветка пошла кое-как. Я даже не знаю. Наверное, вот так вот еще. Вот. Остальные ветки хорошие, здоровые. Пока цветут. Пока, пока. Цветут. Боже мой, какое небо синее. Какая красота. Вон точка. Как люблю я на небо смотреть. И ночью, когда смотришь, темно, страшно. И представляешь этот бездонный космос. Бесконечность. Когда представляю себе, что такое бесконечность, мне становится всегда страшно. Почему? Не знаю. Вот. В принципе. Какое тебе, Люда? Какое тебе дело до бесконечности? Сиди себе на своей земле, на маленькой планетке. Выращивай розы. Ну? Как-то страшно. Смотрите. Сейчас. Вот. Кто-то ее пожрал капитально. Видно. Как это видно? Вот этот вот бутон. Вот, вот, вот. Видите? Потому что здоровый бутон выглядит вот так вот. Вот. Он развивается. Вот. Он развивается. Он будет раскрываться красиво. А вот этот раскрываться уже не будет. Его кто-то пожрал. Какая скотина сожрала его? Я не знаю. Какая же розища? Именно розища. Потому что сильная, огромная, красивая. И я тоже смотрю сильный такой побег. Очень сильная будет роза. Посмотрим. Как она перезимует. Посмотрим. Так. Е-е-е-мое. Это. Это очень сильная. Это не просто сильная. Леонс Роуз. Леонс Роуз. Я то хожу с одной стороны, то с другой стороны. И мне все нужно читать. Потому что я прошла и забыла. Отвлеклась и забыла. Какая это сильная роза? Если у вас вдруг появится такая роза, Леонс Роуз. Ну, сажайте ее, я не знаю. С одной, чтобы метра полтора было свободных, так сказать. И с другой. Мало того, что она очень рослая. Вот. Ну. А тут уже аспириночка моя пошла. Этой уже писать ничего не надо. Хоть, в принципе, у нее все равно есть надпись. Есть, так сказать, патчпорт. Вот. Это вот эти ветки. Она уже давно подавала. Вот скоро раскроется. А вот эти вот она только-только. Вот. В прошлый раз, когда была, но только их выпускала. За неделю она уже их нагнала. Будьте любезны. Вот здесь вот бы протяпать тяпкой, разрыхлить около корней почву. И, конечно, насыпать бы то, что я купила. Но я навряд ли буду сегодня это сыпать. Потому что привезут мне его где-то около пяти часов. Пять часов, да. Поэтому навряд ли получится у меня это все делать. Так, ладно. Ой. Ой, как же ходить неудобно. Красоточкой кто-то пожрал. Прямо им жрали. Я не знаю как. Так, роза здесь. Вот так вот оставила немножко. Остальное все обрезала. Вот они как разрослись. Вот они какие красивые баркарцы. Какие красивые рудвеки. Ну, ой, всему свое время. Каждое время года зацветает какой-то цветок. Ну, вот и шульца цветет, мне кажется, не переставая. Постоянно. Бесконечно. Да. И, конечно, она солнышко любит. Нету солнца, она закрывается. Дождь, она закрывается. Но в основном там у нас солнышко. Хризантены скоро зацветут. Вот они, да. Я была права. А желтая сожрала все розовое. Представляете? Она наступала на нее, наступала. Был один куст розовый, один куст желтый. Вот во что превратилась желтая. Это такой агрессор страшный. Это тихий ужас. Ой, какая красота. Какая красота. Так, ну что ж. Обрезала я вот эту спрейку. Вот почему у меня такие спрейки. Говорят, спрейка маленькая роза. Посмотрите, как вы будете ее обрезать. Обрежете повыше. Она и будет у вас огромная, сильная. Тем более ей более 25 лет. Так, колокольчики уже можно собирать, семена. Голубой колокольчик. Обожаю голубой колокольчик. Их если срезать, верхушки с семенами, они зацветут еще раз. Но я даже не знаю, или семена собирать, или обрезать. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Как цветет георгина. Когда ей места хватает. Когда у нее все хорошо. Когда она политая. Вот, а у меня вытянулись. Высокие стали. Вау. Прям тихий ужас. Так, вот этот цветок скобиоза высох. Почему-то его можно выдрать. Вот костики цветут. И вот, пожалуйста, вот такая вот. Черт. Ну да, скобиоза. Бабочка, бабочка. Удивительно, когда бабочки сидят, кушают. Сидит себе, кушает. Беззаботное существо. Красота. Смотрите. Они выше меня. Обалдеть. Только нужно, они, не забываем, девочки, что они двухлетки. Первый год она сидит, укореняется. Я не знаю, наращивает корневую систему. Набирает сахара, чтобы на следующий год вот так вот взорваться вот таким вот цветом. Потому что женщина подошла. Она у меня пропала, она у меня пропала. Я говорю, конечно пропала, она двухлетка. А вот берите, я говорю, шишечки вот эти вот-вот. Бросайте их прямо вот так вот на землю. Рядышком, спустиком, где они росли. И они будут у вас постоянно, кто-то уже, допустим, цветет вот так вот. А маленькие будут подрастать, тоже силы набирать для следующего года. Вот. Это что за безобразие? Говорят, ай, я моя. А, ну да, это я принесла в угощение. Вот так вот погрызли, даже погрызли ту, ту, которую они грызут у меня вообще. Около дома. Так, ну где тебя обрезать, а? Сейчас. Тухосту, хосту, да? Это я. О! Ладно. Вот. Смотрите. Роза самого-самого длительного цветения. То есть, говорят, более 20 дней она держит цветок. Вот. И, мол, не боится дождя. У меня почему-то забоялась. Забоялась бояка. Вот. Когда дожди лили, розы, конечно, бесподобные. Так. И это тоже у меня окуклилось вообще, мадам. Ну, наверное, может, потому что я ее пересаживала, я не знаю, может, поэтому сил не набрала она в прошлом году, да? Может быть, из-за этого всякое может быть. Смотрите. Да? Около дома, около пятиэтажки. Она вообще не трогали. Вот. Просто посадили мне не там, где нужно, эту хосту. Ей нельзя здесь сидеть. Это голубая хоста, очень красивая, средних размеров. Да, средненькая она такая. Очень-очень симпатичная. Я надеюсь, что мы осенью, вот она отцветет, кстати, цветки, ну, да, ничего, вроде бы симпатичные. Но они когда отцветают, они быстро отцветают, быстро опадают, они оставляют. На листве вот такой вот какой-то, если дождь пойдет, вот это все закисает, вот это все некрасиво. И видите, как она выгорает? Вот. Она у меня в полутени. Как бы солнце попадает на нее, но в полутени. Вот. А здесь она горит. Она реально горит. Ну, ладно, девочка, давай, сейчас я тебе буду угощенница принесла. Будем с тобой кушать. То есть кормить гостей, вот. Не будем кушать сами, а будем кормить гостей. Тем более не кушаем гостей, вот так вот. А, ну да, рубит, говорят, и рубит уже, не помогает. Не знаете, ну, в общем-то, как бы не совсем помогает, потому что дождем все смывает, и нужно постоянно обновлять. Подсыпать, подсыпать и подсыпать. Это моя спирейка, и у меня стоит задача постричь ее. Все. Для специальных ножниц, вот таких, знаете, красивых, дорогих, электро у меня нет. У меня есть только мои ножницы, которые я купила в Леруа Мерлен. Вот как же я ее стригу. Видите, она уже. Вот. Это один цветочек. Все, она уже отсвела. Можно ее не стрицать, она выдаст потом новые цветочки и станет еще пушистей. Вот. Ну, так как у меня время есть, представляете, у меня есть время. Они за мной не скоро приедут. Вот. Я буду вручную ее стричь, ну, потому что покупать ради одной спирейки эти ножницы или электроножницы, ну, смысла нет, я так считаю. И попробуем. Вот так вот я уже немножко стриганула ее. Я ее собираю вот так вот пучками. Эти пучки обрезаю. Все. Это моя техника стрижки. Другой нет и навряд ли когда-нибудь будет. Времени нет сидеть ее выстригать. Так, потом подровняю и все. Ух, черенков море, посмотрите. Целый бочок. Обалдеть. И вот такая симпатичная девушка. Бокс, полубокс, не знаю. Ершик или как там еще прически есть. Ой, я не могу. Вот. Я первый раз, когда ее обстригала, я начеренковала. У меня там сейчас черенков 10, наверное. Зачем они мне? Не знаю, куда-нибудь посажу. Вот. Эту посадила. Из палочки, из маленькой палочки привезла с Ашана уже тысячу раз рассказывала. Удивительную историю, которую я приехала. Кстати, там еще было два черенка. Не принялись. Желтая такая была. Не помню, как называется. Вот так вот палочка. Без листиков, без ничего. Что-то там зеленело, что-то там виднело. Я не верила, что что-то примется. Помню, на 800 рублей купила. Всего. И в том числе вот это вот спирея. Что такое спирея, я знать не знала. Но там были симпатичные цветочки. И мне прям сразу захотелось. А еще был февраль месяц, где-то так, да. Я их приехала, посадила. Посадила в баночку. Боже мой, что это я вижу там. Короче, вот. Из той палочки выросло вот такое чудо-юдо. Которое я вот так вот стригу. Я еще раз повторюсь, можете ее не стрижь. Она сама себе справится вполне. Она просто нарастит еще больше. Поверх тех цветочков, которые есть. Но, извините, на следующий год вам все равно придется ее встречь. Потому что она примет такие, знаете, угрожающие огромные размеры. Займет очень большую площадь. Вот, в принципе, мне можно еще ее постричь. Просто я очень устала. Я очень-очень устала. Так мало того, что солнце, я не знаю, сколько сейчас. Здесь, тем более, в огороде. Здесь где-то 32 точно. Нужно посмотреть. У Алиски спросить. Вот, девочки, кто меня спрашивал, чей забор? Забор соседей. Вы представляете, какая сейчас жара? Вот здесь, на этом металле. Вот, металл. Ну, металл нержавейка какая-нибудь, цинк, наверное. Вы представляете? Прячется, она живая. Ой, я не могу. Ты с ума сошла? Иди здесь, там хорошо. Там и покушать есть. Нет, вы представляете, как можно было по железу ползти? Что она думала? Что там уже все, конец? Конец вселенной, да? И там дают манную кашу раздают. Обалдеть. Вот пятно какое осталось от этого клея, которым она ползает. Блестит прям. С ума сойти. Так, подвязала я свои штук розы. Штук роза, мальба. Это они, да? Тоже. Ну да, это они тоже. И девичья краса. Так всегда бабушки называли. Вот это вот удивительный вот этот цветок. Что в следующем году я буду делать с ним, я не знаю. Но видите, грозилось, грозилось. Что выброшу? Бо я брошу! Не выброшу. Но здесь, мне кажется, что-то выкапывало. Кто вот сюда насажал лилии, уже опять 25-й раз говорю. Я не знаю. Не я сажала. Это 100%, потому что здесь как бы темно. Вот. Ну и следующая моя как бы незадача, нет. Это я сама уже, как говорится, нечего делать. Копать я больше не могу. Ну, в смысле, как копать? Я не копаю в прямом смысле слова. Я выкопала хризантему розовую, посадила ее в горшки. Три горшка получилось, поставила под яблоню на приживание. Потому что уже у нее бутоны. Вот. Уже она на бутонах. Выкопала с клубники, потому что клубника ее убивает. Она залазит вовнутрь прям и убивает. Реально убивает клубника, да. Вы прекрасно все знаете, что она своими корнями отравливает. Отравит, отравливает, как правильно сказать? Отравливает, да, землю. Вот. Поэтому и клубнику пересаживают каждых три года. Ой, начало со скерей и закончила клубникой. С ума сойти. Так, вот эти вот хвосты нужно рассаживать уже. Почему? Потому что они убивают уже, сами себя убивают. Вот, посмотрите какая. Если ее посадить, рассадить, то есть она будет намного симпатичнее. Просто сажать куда? Сажать некуда. Вот в чем дело. Иногда я их кормлю, эти хвосточки. Ну, вот это вообще с ума сойти. Подвязать, подвязала. Когда они зацветут, у них такие цветы огромные. Такие шапки. Где-то вообще. И им самое главное, что им здесь нравится. Да, хризантема не любит замыканий. Категорически. Здесь такой, горочка такая. Почему горочка? Потому что я постоянно насыпаю клематисом. Ну и, конечно, скатывается земля туда немножко. Это не паутинный клещ. Нет, я только что увидела. Это натуральный сам паук. Так сам по себе. Вот. И поэтому здесь пригорчик такой. Кормлю клематисы достается. Хризантема. Да, это... А где паук? Интересно. Разве это паутинный клещ? Девчонки, скажите, пожалуйста. Паутинный клещ мне вообще не нужен. Надо сейчас поблизгать. У меня там осталось. Ой, не спались бы. Но и паучка не охота выбивать. Паучок ты сам настоящий паучок. Очень полезный. Кстати, в пятеретажке, где я живу, чем-то соседи постоянно брызгают. Я не знаю. Может, они мне брызгают вот это вот. Хотят, чтобы мне запах шелк неприятный. И запах... Вот знаете, как дихлопоса. Вот как раньше был дихлопос, да? Я его раньше покупала, у подъезда выходила. Мухи, если заползали, я брызгала. И мухи подыхали. Вот. И сейчас у меня на балконе мухи, если залетают, сразу подыхают. Я не пойму, что это такое-то. Чем они там брызгают? И что за зверь у них завелся? Понимаете? Вот. Но так как я с ними не общаюсь, но люди, так сказать, общаются с Богом Баквусом, вот, а я их немножко как бы не понимаю. Я не понимаю, почему он до 4 утра слушает песню, о боже, как хочется жить. И прямо в одно и то же. В одно и то же. Я говорю, блин, ну хочется жить. Не кури и не злоупотребляй другими вещами. И будешь жить прекрасно. Я не могу. Ну и вот. Ну и вообще, такие, знаете, бывает такое. Вот. Может быть, он когда-нибудь исправится. Может быть, вот, просто молодой. Знаете, как по молодости-то. Я всегда надеюсь, что люди могут исправиться. Вот. Ну, мало ли, посмотрят, послушают. У нас очень хороший подъезд. У нас тихий, как бы можно сказать, подъезд. А вот соседний, боже мой, там сдают 3 квартиры. Три или даже больше, я не знаю. Я знаю про три. Сдают как хостел. Сдают посуточно. Вы себе не представляете, что там творится. Ну и им похик. Они заехали в гостиницу, правильно? Поэтому мы с дворником постоянно собираем носки, трусы, штаны, ботинки. Ну, пачки из-под сигарет, это святое. Это, как говорится, никто не отменял. Так, это цветок или... Да. Это уже отсвело. Вот. Вот так вот. А у нас подъезд, слава богу, очень тихий. У нас тоже, тоже сдают квартиру. Ну, в частности, так и есть на первом этаже. Ну, там ребята живут золотые. Тоже, как говорится, приезжие. Вот. Ну, они такие трудяги. Вот, понимаете, бывает, да? Не курят они, не орут, не спернословят. Они ушли на работу. Утром они ушли, вечером пришли, поели и спать. Правильно? Рабочий человек, который физически устает, вот, что ему делать, покушал и отдыхать до следующего рабочего дня. Это даже если только не физически, даже вот. Вы попробуйте отсидеть в офисе целый день, не двигаясь. Попробуйте. Я не думаю, что это вам очень понравится. Вот, лучше, конечно, двигаться. Я имею в виду, работа такая вот, в движении. Куда-нибудь сходил туда-сюда, прям что-то сделал. Кому-то чего-то отнес, кому-то принес, кому-то указание дал, кого-то проверил. Ну, что у них такое вот? А сидеть в видненном офисе, это очень трудно. Это тяжело. Эта попа заболит, вот, сидя. Реально очень тяжело сидеть. Вот, так что... А что я говорила-то? Что-то я говорила. А, ну что у нас подъезд очень тихий такой. Да, у нас одно время было в подъезде 22 ребенка. Вы представляете? 22 несовершеннолетних ребенка. Но, вы понимаете, вот это вот, как так бывает? По какому-то совпадению, по какому-то случаю. Вот надо мной живет соседка, у нее трое детей, вы представляете? Трое! Самый маленький ребенок, она в три месяца была, три месяца ребенку была, она пошла работать, вы представляете? Ну, отвозила его к этой, к няне. Вот. И за целый год, пока он рос, я три раза слышала, что он плакал. Я даже спрашивала, а что случилось? Представляете, вот как она говорила всегда, если ребенок накормлен, и если он сухой, ребенок плакать не должен. Представляете, вот так вот, вот, женщина, и очень она своих детей вырастила сама, между прочим. Вот где мать героиня, так героиня. Сама, без мужа. Потому что, ну, так всякое бывает, да? Всякое в жизни бывает. Вот такая молодец. Не побоялась ничего. Другая бы, я не знаю, я лично, я лично, я бы этого не смогла, такой подвиг совершить. Да ну я трусиха, куда? Нет, конечно. Вот она такая у нас молодец. Так что, и дети воспитанные, понимаете? У хороших родителей хорошие дети. Такое бывает, представляете? Бывает, бывает. Так, ладно. А что у меня тут творится-то? А то я что-то прям с крышками занялась, я так, прям так серьезно. А у меня там, хаул поток. Дело в том, что она куда-то уходит, и у меня сейчас колодец будет полный. Саша мне приедет, он мне надает звездюлей. Скажет, нифига ты тут развлекаешься. Так, ну что, вот так вот скажу. Очень симпатично, ну, немножко лысенько, да? Но то, что было, извините меня, аспирин, что тут вытворял? Принц Монак, кто же что вытворял? А так вот, скромненько один цветочек. Вот, очень симпатично, очень культурно, очень все пострижены. Вот, прям все. Вот, как, прям, о как, о какая красота. Ну и, конечно, солирует ломбада. Это вот невероятно. Ну, все понемножку, конечно, все прям вот красиво, очень симпатично. То, что было, страшно было посмотреть. Реально страшно было. Так, ладно, пусть наливается водичка, я пойду вишней заниматься. Нужно постричь. Дело в том, что здесь никто никогда не стриг вишню. Но она в этом году, как бы, немножко уродила, и нужно ей немножко помочь. Вишню, еще раз повторюсь, я никогда не стригла. И это будет мой первый опыт стрижки вишни. Вот. Я вообще с детства любила прививать что-то, консервировать что-то. Где-то я с седьмого класса консервировала. Вот. Вообще маленькая была, прививала деревья. Я видела, как сосед это делает, и я тоже это делала. Вот. Ее никто никогда ничем не обрабатывал. Ее никто никогда не обрезал. Единственное, вот это вот, если я в прошлом году, кажется, немножечко подрезала. Немножечко. На каком вот это вот ее нужно обрезать, я не знаю. Я знаю волчки, это да. Вот. Еще я хочу показать, сейчас покажу, грушу. Да? уже, как говорится, так ничего и не делали. Коль приедут и снесут все это. Вот она все. А, вот, видно, она вся в парше. Вся, вся полугнилая. Пока я занималась еще в прошлом году, я столько консервировала, прям, ну вот как нектарин, я свои консервирую, так же я консервировала грушу. Вот. В этом году мы ее не стали, вот-вот приедут, вот-вот приедут, вот-вот снесут. Никто не едет, ничего не сносит. Ой, мураши, скоро к вам эскалаторы приедут, страшные, большие. Вот. И есть еще страшнее. Груша не айс какая, так себе. Посмотрите, какие. Листва какая. Видно? Вот так вот, если ее не обрабатывать. Вот так вот, вот такой тихий ужас. Вот, пожалуйста. Так что, обрабатывайте свои деревья, конечно. Так, ладно, пойду обстригать. Вишню не знаю как, но пойду обстригать. Вот. Это вот огни Москвы, которые луки. Я попросила, закройте в пакете пцеллофановой, чтобы она не рассыпалась. Вон она уже все собралась, сейчас нужно ее обрезать. И будут у нас семена. И в следующем году она не рассыпет их и не будет хаотично везде расти. А вот эти вот, я не знаю, что даже делать. Сейчас обрежу. Так, ладно, керева, керева болела-болела, бедная, но зацвела. Ну ладно, я их обработала, покормила сегодня. Я пионы обработала тоже. Вот, смотрите, вся пятнистость полностью, полностью все черное, страшно. Это здесь я что-то насыпала клематисом, вот. Ти-ди-ди-ду. Был синий, стал розовый. Ну как так? Ну как? Вот как? Я вообще не представляю. Вот он синий был, синий. А здесь стал розовый. Я все-таки думаю, чем-то я их накормила. А, вот, тоже синий, вот, смотрите. Тут и синий, и розовый. Вот. Трам-тарам. Вот. Ага, показывает камера розовая все. Ладно, все, пойдем поработаю еще чуть-чуть. Ругалась, ругалась на скобеонзу. Посмотрите. Ей просто нужно место. Место и солнце. Оно уровень с императрицей. Вот. Саваряет пиццу. Кушает. А то у нее уже ужин. Вот, те боже мы. Ладно, и покушала. На другое полезло. А тут пчелка. Вот. Так что, насажать ее навряд ли тоже буду, потому что, может быть, сама насеется. Куст огромный. Прям большой-большой. Цвести будет, я так поняла, круглое лето. Потому что, вот они бутончики, еще не распустившиеся. Вот. Вот эти уже цвели. Вот. Эти еще не распустились. Ну, красивый-красивый цветок. Был бы он еще синий такой. Я думаю, что есть и синий. Это гостик у меня. Он сделала сперму. Господи, насчитала про сперму три цветка. Сперма, еще какой-то есть вообще прям стопроцентная сперма. Забыла. Ну, вы знаете наверняка. Забыла, забыла. Вот. Такая красота. То меня ждут, то теперь я жду. Все поливаю, поливаю, уже улила. Дальше некуда. Вот полцов вообще сейчас рухнут. если их перелить, очень много. шланг, ты где? Иди сюда, дорогой. Мы с тобой пойдем на другую кромбочку, да? Вот. А то ты мне завалишь подсолнухи и придется их выкидывать. А, кстати, подсолнухи вот эти вот, 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 вот этот именно. Это не совсем подсолнух, это цветок. Потому что тарелка там, где семечки, она маленькая. Вот. В основном только вот эти вот желтенькие, красивые цветочки. Так что подсолнухи подсолнухи цветочек. Так вот. Хорошо, что он выселся. Можно будет взять с него семена. Но он очень уж большой, прям, нереально большой. Так, здесь у меня сидели кортезии. Вот она, вот на ней воду. Вот. Так и не выросла. У соседки они такие же выросли, скоро цвести будут. Кстати, ванила фрайс наша, которая сидит перед домом, она и не собирается, что ли, цвести. Она вся болезненная такая. Не знаю. Ну, не будет, так не будет ничего такого страшного. В следующем году зацветет, я так надеюсь. Абаланс пить. Ее вся пятнистость, что ли, сожрала. Нет ни одного листика. Или я так постаралась, обрезала. Ой, ну, вот эта роза, прям вот вспоминаю директора школы нашего. И вот такие огромные цветы. Я, конечно, не думаю, что тогда был Абаланс. Ой, это не Абаланс. Это не Абаланс. Это Фредерик не Странь. Я не думаю, что вы Фредерик не Странь. А вообще, это нужно посмотреть, в каком году его вывели. Я прям в шоке. Я в шоке. Это первогодка. как первогодка, она там у хозяина цвела, я так думаю. А здесь она, вот второй год. вот почему мы болеем. Почему, почему. Ну-ка. Очень странно. Так, и нужно посмотреть, какая она высотой будет. Я так поняла, что роза чайно-гибридная. Ну, какой бы тонящее. Так, кафе-лате уже цвела. Вот это вот то же самое из той серии, как говорится, мента. и я еще не взяла роза, роза, макароза. Вот, макароза. Вот это все та же серия. Я хотела их все взять, все в одно место посадить. И зачем бы оно мне нужно было в одно место, а? Если их можно посадить вот такую вот, конечно, бесцветную, ужасную, да. Вот. И какую-нибудь красную. Ну, я так вижу. Смотрите, у нее разворот гениальный. Вот. Это то, что я люблю, это когда она вот в таком вот состоянии первоначальном. Красивейший. А вот здесь оно все уже. Вот ее по-хорошему нужно срезать. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ух ты. Она прям отвалилась почти сама. Прям почти отвалилась. Или пусть побудет, я не знаю. Вот. Какие бутонщики. Плотные такие. Вау. Так, ну что, а здесь были у меня клематисы. Клематисы канули в лету, насеялись. Вот, пожалуйста, вот эти, черт их побери, фиалка, рогатая, мне кажется. Вот эта вот. Вот маленькая, вот махонькая, вот они такие, максенькие, максенькие. Все невероятные. Ой, устала я. Сегодня я очень устала. Еще больше я устала из-за жары. Ужасно жарко. Слава Богу, что ветерок подувает. Вот солнышко, когда спрячется, подувает ветерок. И вот тем самым немножко охлаждает. О, сейчас быстрей бы, быстрей бы под душ. Быстрей бы домой, быстрей бы под душ. Дома, как хорошо, когда работаешь на клумбе. Вчера три раза мылась, позавчера три раза мылась. Быстро прыгаешь, быстро смываешь себе это все. Прям этот ужас, этот жар. Вот и всегда так легко становится, когда человек моется. Не зря же маленьких деток моют на ночь, для того, чтобы они хорошо спали. А раньше в старину людей мыли, для того, чтобы они выздоравливали. Представляете? Я в шоке. Прикиньте, что было раньше. Какой тихий ужас. Какая какафония запахов. А про королей, нет, про царей, нет, цари мылись у нас. Вот. Я имею в виду про европейских. Ох, тихий ужас. Даже страшно слушать. Ну, это было, это была феодальная Европа. Ничего с этим не проделаешь. И как по султану Сулеймана смотрели кино, как они там все ходили в баню. Вот, чистокрутные были какие. Это 1550-е года. Ой, вау. А Европа потихоньку загнивала. Об этом говорил еще Карл Маркс. Это вам не шутки. Так, куда меня понесло от этой жары крыша съезжает. С ума сойти. Какая же эта красивая роза ломбада. Она, оказывается, хамелеончик немножко. Вот она вот такая вот рыжая, почти, почти красная из бутона. Потом становится даже, даже не желтой, я не знаю, какой она становится. Вот. Потом превращается почти в розовую. Да. Она меняется. Очень даже меняется. Все, что осталось от моих роз, от этого такого буйства, вот такие жиденькие, одинокие стрелы, которые выбивают розы. Ну, они когда цветут, первое цветение, у них все равно вот эти стрелы выходят такие ветки длинные. длиннее, чем первое цветение. Вот. Вот и я их оставила. Зачем их обрезать? У навалиса случайно обрезала. Это да. Ох, как я прям чуть с ума не сошла. Так, вот что осталось от поля бакюса. А что делать? Он тоже дал вот такую стрелу по центру. Вот. Так. Фальстав, ну, я не знаю, постоянно цепляет трипсов, постоянно. Роза какая-то вот, я не знаю, никакая, короче, могу я вам сказать. Так, это забыла уже, какая, боже, какая. Она красивая. Невероятно красивая. И отсюда вид прислела просто смородинки покушать. Вот такой вид красивый, красивый. Домик смотрится, как красиво. Я уже не помню, там гостиница, что ли? Что-то такое. Не знаю. Небушка какое светлое. Красивое небо. Я так люблю на небо смотреть. Невероятные облака принимают причудливые формы. Невероятно красиво. А кто летал на самолете, когда взлетаете, внизу облака остаются просто как пушистые, пушистые перины. Невероятно, когда много облаков, конечно. Тоже красиво, красиво. с высоты, как говорится, птичьего полета очень красиво. Так, ну что ж, я, наверное, на этом буду заканчивать свое видео, потому что я очень устала, очень жарко, из-за жары устаешь еще больше. Вот, если бы прохладненько было, Фредерик Мистраль, девочки, у кого есть такая роза? Скажите, пожалуйста, у кого есть такая красоточка? И вот я не пойму, почему такая грязь? Неужели это все за луя насыпала, а? Чтобы не болели? Наверное, я ходила прям из пачки и сыпала, сыпала коралл желе. Есть у меня такая роза. Я думала, что у меня ее нет. Я не знаю, буду я выписывать еще розы, когда осенью будем сходить с ума, так сказать. Потому что я даже себя всегда сдерживаю. Открываются где-то, где-то я видела, уже открываются сезон на... А, Полина Козлова, кстати, да-да-да, на весну 24. Вот. Я даже цены не смотрела, а что смотреть? Хотела ей письмо написать, что, Полина Александровна, значит, смотрите, что у вас творится. Потому что, ну, не было раньше такого, не было. Я даже слово, вот это пересорт, я услышала где-то через три года, что ли. Думаю, ничего себе, а что это такое? Как это пересорт? Я не могла понять, что это, как это? Вот. А потом поняла, когда получила в том году, в этом, да, в том году, во-первых, ничего не сходилось, во-вторых, прямо вот сразу махом. Такие тоненькие были, такие хиленькие, такие никчемненькие. Кстати, вот эта роза, Deep Impression, это у нее я брала. Да. Но сама по себе, наверное, сильная роза. Вот, сильные гены, поэтому вот так вот и, и, как говорится, выкарабкалась. Вот. Лампада, 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 лампада тоже, кажется, ее, не помню, тоже хочу сказать, что сильная роза, если сильные гены у нее, вот, сильная роза, она выкарабкается, естественно. Не помню, этикетка есть или нет. А вообще нет. У-у-у. Уже не у нее, в Ро уже. Все, не у нее точно. Вот у нее Мэри Роуз брала, вот ее этикетка еще вот фиолетовая. Да. Так. Ну, это уже галочка Нейсина. Мне подарила столько. Раз, два, три, четыре. Дома пятая. Ну, как бы она одну сразу выслала, и у соседки шестая. Ну, такая красота. Вот такая красота. Еще мне нужно пересадить, как бы, как пересадить, нужно пойти пересадить одним коном кризантему, потому что она там может пропасть, ей там плохо, никто ее там не проливает. Вот. Концерт меня удивил. Какая роза. Она с дорогу, с цветами, постоянно она с цветами, то есть она не бывает, чтобы она стояла там, знаете, вот обрезала вот так вот, да, Playlight Zone, вот стоит. Ой, лысая, все такое, нечетное. Вот эту еще нужно обрезать. А это постоянно дает и дает и дает бутоны. Есть одна палочка, вот. Одна вот такая вот несчастненькая, и она вот удалось только прям веточек. И вот цветет, бесконечно цветет и цветет. На этом я буду заканчивать на этой красоте Pullman Orient Express. Ой, какая же она бесподобная. На Транссибирский экспресс так это и есть, господи, просто Pullman Orient Express, а по-русски звучит по-другому. Вот. На этом я буду заканчивать. Если что-нибудь такое еще будет удивительное, то я, как говорится, выложу ниже этого видео. Вот, смотрите, оставила один единственный бутончик от принца Монако. Он сейчас быстро охлимается. Сильная роза тоже. Вот его вот так вот черенок вот там в углу. Видит телефон или нет, я не знаю. Да, видит. Вот там вот в углу. На этом буду заканчивать. Опять уже орюбок знает сколько времени. Больше всего мне нравится вот эта клумба. Это самая первая клумба, которую я освободила от тихого ужаса. От крапивы. От подсолнечника забыла, как называется, от батата. Вот батат. Здесь батата было я не знаю сколько мешков. Зачем вот и выше вот, я не знаю, он до такой степени был высоким, вот так вот, как вот этот подсолнух. Подсолнух сам вырос, я его не сажала. Вот, сколько мы мешков выкопали, сколько мы здесь всего перекопали, сколько слива здесь была невероятно. О, господи, я как вспомнил. А вот здесь вот, где я стою, тоже сколько. Вот, пожалуйста. Трава прет и прет и это бесполезно. Мне одной это не поднять. Физически, даже если бы я здесь жила, ну нет, может быть, вы знаете, вот так вот одну клумбочку, ну я не знаю, за 2-3 дня, да, потом другую клумбочку. А пока одну я, наверное, бы копала, как говорится, вторую, наоборот, вторую бы копала, первая я бы поросла травой. Это как правило, да, если поливаете, травка растет быстро-быстро. Вот, поэтому пока вот это вот держим чистенько. Ну, как говорится, сколько сил хватает. Вот, ну, что поделать? Что поделать? С возрастом у нас сил не прибавляется. Так что, вот так вот. Ну, я потом много и клумба у дома, и помимо клумбы у дома у меня же домашние дела, наверное, есть. Правильно? Сейчас консервация пойдет, лечо пойдет, мой любимый лечо, который без уксуса. Мои любимые помидоры, которые без уксуса, только соль и сахар. Вот, поэтому рецепт, я где-то делала-делала рецепты из нектаринов, и е-мое, два раза наложила самое начало. Ну, то есть, ролик закончился, все нормально, оба-на, и опять, как я делаю эти нектарины. Ну, вот мне бывает, теперь нужно его разрезать как-нибудь, срезать, и можно будет бы выложить. Ну, там нектарины очень просто. Сахарную водичку делаете, заливаете, можно два раза залить, и под полотенце, можно просто пастеризовать, как я пастеризую, там все ерунда. Вот с помидорами и лечо очень трудно, особенно лечо. Это, оу, это такой шедевральный мой рецепт, придумала я, потому что мне уксус нельзя, перец мне нельзя, там перца тоже нет, остроты там никакой нет, в этом лечо, но лечо, я не знаю, хоть бери да патент, бери на это лечо. Так что вот, на этом точно уже буду прощаться, с перейью надо лезать, боже мой. Мне всем хочу пожелать добра, добра, мира, добра, счастья, здоровья, чтобы у вас все было хорошо, чтобы у вас всегда было настроение, чтобы вы всегда улыбались, чтобы все ваши желания сбывались, вот все, что пожелаете, чтобы все сбывалось. Вот, ну конечно, для того, чтобы ваше желание сбылось, нужно к этому тоже силы приложить, а как же, нужно стараться. Вот, и чтобы смеялись ваши дети, чтобы вы были довольны, счастливы, улыбались всегда, засыпали спокойно, и просыпались тоже спокойно. И будьте счастливы, будьте здоровы Девочки, пишем Пишем мне, некогда писать, лето отдыхаем Просто ставим Или какой-нибудь цветочек, или не какой-нибудь пальчик Там рукой помахали Но все, что вам хочется Все, что вам, как говорится, сердечко можно внизу под видео Естественно, если хотите Лайки ставьте Я не знаю, зачем мне это нужно Но мне очень приятно Когда вы просто ставите внизу Птичку какую-нибудь, какое-нибудь солнышко Что-нибудь еще Ну, очень, я не знаю Смотрите, какая прелесть Они живут, работают И ни о чем не думают Но зато это такие труженицы Самые трудолюбивые живые существа на нашей планете Пчелки и муравьишки Да, вот так вот Ну что ж, всем-всем мира Всем добра Всем счастья, всем здоровья Будьте счастливы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok